Детские сады, школы, многоэтажки, благоустроенная напережная и даже новый мост через Уводь – все это может появиться в центральной части города на площади в 50 гектаров, ограниченной Шереметьевским проспектом, улицами Рыбинской, Товарной, Наумова, Сакка, Марии Рябининой. В администрации города состоялись слушания по проекту планировки. На указанном участке предполагается создать все условия для комфортного проживания 7,5 тысяч ивановцев. В системе транспортного обслуживания предлагается осуществлять следующие проектные решения – формирование нового направления улицы Бубнова, в которой проектом планировки предусматривается четырехполосный, ширина в красных линиях 50 метров. Данное направление позволит соединить улицы, профсоюзные, Сакка с улицами Товарной и Рыбинской, строительство путепровода, моста через реку Уводь. Однако радужная картина будущего устраивает не всех. Рассматриваемый проект планировки предполагает, что некоторые элементы инфраструктуры расположатся на территории нынешнего частного сектора. Мы в центре живем. И куда мы поедем? Теперь дома сломают, все. Чиновники заверяют, данный проект планировки не предусматривает сноса строений. Его основная задача – скорректировать красные линии по улицам Бубнова и Рыбинской. Посмотрите, как территория в Рыбинской. Там одни пустыри, бурьянки. Доль реки пройти совершенно невозможно. То есть вот эта документация, она говорит о чем? Послушайте, понимаете. Планируется в определенное количество времени на далекую перспективу. Это может быть 10 лет, это может быть 15 лет. Привести ее в соответствие с чем? С другими районами и территориями города. Это центр города. Он не может находиться сегодня, как находится, в таком состоянии. Хотя перспектива сноса домов весьма далекая, многие ивановцы эту информацию слишком близко приняли к сердцу. Как вы сказали, что вас никто сейчас не тронет. А когда тронет? Через год или что? То есть выселять-то в любом случае кто-то будет. Это второй вопрос. И каким образом, если кто-то решит выселять этих людей, каким образом будет происходить компенсация? То есть когда стоимость земельного участка вам оплатят или что-то еще? Если дело до изъятия земельных участков все же дойдет, то цена, уверяют чиновники, будет на уровне рыночной. А сам проект планировки будет притворяться в жизни как за счет частных средств, так и бюджетных. Если мы говорим про объекты местного значения, это дороги, это сети, это благоустройство вдоль улицы, значит, эту работу будет проводить непосредственно муниципалитет за бюджетные деньги, с привлечением средств федерального областного бюджета. Если мы говорим про частные инвестиции, будь то строительство многоквартирного жилого, будь то строительство административного здания, вот о чем говорила Анна Юрьевна, представитель разработчика, это частные средства. То есть вы здесь не будете брошены один на один с инвестором, но деньги будут частные. То есть выкупаться земельные участки у вас будут не за бюджетные деньги, а за частные. Все замечания и предложения по проекту планировки в течение недели рассмотрит специальная комиссия. Последнее слово утверждает документ или нет, останется за главой города. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.